Всем привет! Начинаем дайджест новостей Норникеля с обновления статуса флагманского проекта серной программы. Это масштабная и не имеющая аналогов в мире экологическая инициатива, которая реализуется в Норильске. Она предполагает запуск установок по улавливанию и утилизации до 99% выбросов диоксида серы на Надеждинском металлургическом и медном заводах. На сегодняшний день на Надеждинском металлургическом заводе смонтировано более 8 тысяч тонн металлоконструкций, выполнено более 35 тысяч кубических метров бетонных работ, ведется строительство будущего гипсохранилища. Всего на Надежде строят 15 объектов. На медном заводе продолжаются работы по модернизации передела очистки газов от пыли с монтажом нового оборудования и разработка необходимой документации по основным проектам, которые будут реализованы на заводе. Серная программа позволит Норникелю после 2023 года добиться сокращения выбросов диоксида серы в Норильске на 45% по сравнению с 2015, а до 2025 почти на 90%. Всего на реализацию экологических проектов Норникель до 2030 года направит более 6 миллиардов долларов. Норникель запустил грантовый конкурс социальных проектов. В нем могут участвовать корпоративные волонтеры Норникеля, НКО, государственные и муниципальные учреждения. Конкурс будет проходить в Манчегорске, Печенгском районе, Норильске и Таймырском долга на Ненинском муниципальном районе. Общий грантовый фонд составит 155 миллионов рублей. Подать заявку можно до 1 ноября по ссылке в описании. 15 сентября в формате онлайн-дискуссии и диалоги с экспертами прошла презентация конкурса «Мира новых возможностей». Там эксперты сферы некоммерческого сектора и корпоративной благотворительности обсудили механизмы системной поддержки местных сообществ и влияние грантовых программ на устойчивое развитие территорий. Норникель помогает очистить озеро Аян от мусора. В 2019 году проект заповедников Таймыра «Чисто Аян» стал победителем грантового конкурса «Мир новых возможностей». Сотрудники заповедников привлекли волонтеров к уборке арктических территорий в районе устья Амнундакты, собрали и подготовили к вывозу сотни килограммов металлолома и 417 бочек из-под ГСМ, оставшихся еще советских и постсоветских времен. В районе Южного Кордона собрали остатки брошенных буранов, ящики с аккумуляторами, кастрюли, баки и другой мусор. Устье Гулы-Ми стало третьей точкой большой уборки. Собрали полные бочки с отходами ГСМ, складировали и закрепили проволокой, предотвратив опрокидывание. Норникель обеспечил доставку оборудования и людей на озеро и обратно. Еще один борт для вывоза собранного мусора предоставила МЧС. Помимо проекта «Чисто Аян», Норникель в апреле этого года начал масштабную программу «Чистый Норильск». На этой неделе на Таймыре стартовал третий этап полевых работ Большой Норильской экспедиции. Ученые планируют провести гидрологические, гидрохимические и ихтеологические исследования на реках Норильская, Амбарная, Пясина, Далдыкан, а также на озерах Пясина и Мелкая. Всего будет проработано 20 точек. В ходе гидрологических исследований они проведут измерение уровня воды, определят характеристики водотока, скорости течения, глубины на разных участках рек и ширины русел. На реке Амбарной ихтеологи отловят рыбу в определенных местах. Там на несколько часов расставят сети с разным размером ячеек, чтобы отобрать максимально многообразные особи с учетом размера и возраста рыбы. После этого рыб отправят в Институт нефтегазовой геологии и геофизики в Новосибирске для дальнейшего анализа по новой методике. Впереди еще много работы. За ходом экспедиции можно следить в одноименном плейлисте на канале. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова